всех приветствую сегодня хочу немного поговорить о водороде воде вообще даром говорится вода это жизнь вот автомобиль на водороде здесь стоит водородная ячейка в общем он работает по принципу уже электромобиля водородную ячейку поступает водород это ячейки выходит электричество и в общем он работает на электромоторе этот автомобиль среднем где-то 150 155 ps поэтому читайте там скажем 110 115 киловатт представляете сколько получается электричество очень много довольно но народ запугивают же просто так почему сделано сегодня например на сегодняшний день такие автомобили заправляются под давлением 700 атмосфер многие люди знают что водород взрывоопасен естественно когда он еще видит что автомобиль заправляется под давлением 700 атмосфер то люди просто этого побаиваться на сегодняшний день германии 45 заправок подобных по крайней мере было может быть одну другую может уже за это время сделали пока этим вопросом занимался я искал автомобиль нормальные с внутренним сгоранием которые также работали с 92 года в германии прошлого века они здесь ездили тоже к сожалению пока я искал оптимальный вариант по цене они совсем исчезли в общем-то кто-то это прочухала и быстренько убрали с оборота на сегодняшний день такой такой автомобиль невозможно найти я хотел его просто для изучения купить как работает двигатель внутреннего сгорания на водороде в общем немножко опоздал такую технологию никто не хочет внедрять в принципе это автомобиль на воде сделано все это специально умышленно во первых под таким давлением вы дома не сможете автомобиль заправить поэтому сделаны заправки и продают на сегодняшний день я точно сейчас не в данный момент не знаю но было девять с небольшим евро один килограмм водорода вот такая вот идет такое запугивание людей и таким образом как бы тормозится эта технология хотя эта технология уже давно известна и она не распространяется по такой причине простой банальной то что народ просто запугивает хотя будут можно даже считать вот сколько 155 ps если генератор 65 ps бензиновый вырабатывает где-то 4 киловатта четыре с половиной тут можно считать какая его эффективность потом это же всего лишь вода ну кто-то скажет на например там пресной воды и так мало ну к этому мы подойдем еще вот например водородные ячейки на сегодняшний день каждый может в ю тубе поискать поизучать есть очень эффективные варианты я первую попавшуюся фотографию взял и поставил я находил очень эффективные водородные ячейки допустим там она потребляет скажем 23 киловатта что такое 23 киловатта если там я только что говорил 110 115 и потратить на водородную ячейку это просто ерунда второй вариант это паровой двигатель вот этот двигатель я наверное оставлю ссылочку на это видео которая уже как-то показывал оставлял ссылку шестицилиндровый паровой двигатель новый он маленький очень мощный и состояние крутить довольно мощный генератор очень здоровый сильный генератор при этом если мы допустим используем ту же самую водородную ячейку греем воду водородом скажем берем там 23 киловатта на водородную ячейку получаем скажем 50 киловатт или даже пускай даже 20 киловатт вы понимаете что это такое ну другой вариант это наверное уже для самоделкиных если человека есть возможность уметь что-то делать это есть такая примитивная вот она уже готова в принципе такой компрессор трехцилиндровый в принципе готовый паровой двигатель немножко его переделать клапана выход и так далее и у вас уже есть паровой двигатель то же самое цепляете генератор к нему берете немножко на водородную ячейку и в результате все что лишнее забираете все довольно не так уж и сложно как кажется конечно многие люди я не знаю знаю что есть которые уже сделали подобные вещи но о них не делятся почему не делятся потому что кто-то боится кто-то хочет заработать кто-то думает да блин сейчас я поделюсь завтра начнут сидеть делать ну те кто так думают я думаю они немножко неправильно думают так скажем во первых не так уж много людей которые могут подобные вещи делать просто оглянитесь вокруг и подумайте сколько людей вы знаете которые могут даже вот такую примитивную вещь делать вроде бы легко но все же здесь надо поработать поэтому этого бояться не надо никакой конкуренции не будет и на ваш век точно хватит можете делать и по знакомым продавать только люди сами в состоянии это делать и распространять никто о вас не позаботиться никому вы на хрен не нужны паразиты хотят только паразитировать пока люди сами не начнут это все внедрять никаких сдвигов не будет даже не мечтайте никакие ученые никакие профессора никто вам ничего делать не будет никому это не выгодно миром правят деньги 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 любят паразиты если паразиты зарабатывают на нефти на газе при таких технологиях то это не люди это твари которые не думают о своих потомках если не думают о своих потомках они просто твари вот на чем они любят зарабатывать они тянут трубы с нефтью газом то есть ничего делать не надо им это выгодно и соответственно у них деньги и они не дадут никакой возможности внедряться подобным технологиям как скажем на воде а на воде технологии немало мое мнение на сегодняшний день должны тянуться подобные труды трубы с океана с водой чтобы не тратить пресную воду океаны воды очень много и можно ее свободно использовать кто-то думает если воды не будет ну во первых вода не сгорает при сгорании так называемом вода возвращается в виде пара и виде конденсата недаром вот фантасты очень давно много фильмов снимают наверное эти люди все-таки уже давно в этой теме я допустим пока меня коксатрос не побеспокоил я не стал сам заниматься медициной все эти вопросы самостоятельно изучать я просто об этом не знал и фильмы смотрел просто как фантастику сейчас понимаю что эти фантасты не просто фильмы снимали фантастические а рассказывали людям о технологии подобные что вода это энергия на сегодняшний день мне это очевидно и совершенно понятно то что им паразиты паразитирующиеся паразитирующие на нефти и газе тварюги паразиты не дают такой технологии ходу это мне тоже понятно эти фильмы очень давно снимаются я не знаю даже когда их начали снимать я помню давно их смотрел не придавал этому совершенно значение надеюсь кому-то это будет полезная информация по крайней мере вот о таком простейшим паровом двигателе это конечно сложно здесь уже технологии другие немножко металлы нужны другие здесь давление другое видео я оставлю в описании ссылочку на этот генератор кому интересно могут посмотреть вот так имеется просто легко водород вот так эффективно он может использоваться но к сожалению все сделано так чтобы его чтобы эту энергию не использовали ну на этом пожалуй на сегодня все надеюсь это кому-то пригодилось распространяйте я понимаю что на сегодняшний день очень много людей не знают этого не понимают этого потом даже одно видео смотрел о таком автомобиле и там ну рассказчик об этом автомобиле рассказывает вот чтобы это автомобиль был совершенно чистый экономологически чистый надо ветровики ставить чтобы ветровики якобы должны как и вырабатывать электричество для электричество электричество для электричество вырабатывать водород водородам будут заправлять этот автомобиль ну такую бредядину несу и что самое интересное в комментариях почитал люди с россии писали ой нам это не светит у нас с ветром плохо у нас ветровиков не тут генераторов думаю елки палки неужели вы не в состоянии подумать что такой мощная такая мощная даже мотор водородная ячейка но тут не нужен никакой вентилятор он сам себя в состоянии он себя обеспечит и еще кучу таких автомобилей этих водородом в общем на этом все всем удачи счастья здоровья пока